Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ, 14 часов 3 минуты 43 секунды московское время в эфирной студии очаровательной Александра Хайрулина. Роман Шахов, мы, конечно, с вами вместе только что любовались, смотрели на Александра Овечкина, друзья, но у нас-то в гостях Катя Лель, которой, конечно, мы тоже любуемся, каждый раз не станут. Катюша, добрый день. Мы очень рады тебе, потому что я, например, точно вижу разницу, наша студия просто озарилась каким-то светом небывалым. А я скажу, что, ты знаешь, во-первых, если бы лето не началось, как оно не собиралось начинаться, можно было просто заходить в Инстаграм Катя Лель и наслаждаться летом. Спасибо, мне так приятно это слышать. Заходить на концерты и смотреть, и смотреть. Ну, правда, мы тебя искренне считаем самые светлые и солнечные на нашей российской сцене артистки. Сейчас я буду солнцем сеть и сиять. И мы как твои подписчики в Инстаграм подтверждаем, что еще это как активный пользователь в соцсетях тоже даришь. Очень много свет, тепла, радости людям. Я стараюсь. Что бы ты ни выкладывала, рыба ли это жареная, либо ты сама красивая просто. Значит, вы все видите, вы все замечаете, вы следите, это здорово. Слушайте, мы ставим лайки в конце концов. Спасибо, мне приятно. Всем добрый, прекрасный день, дорогие наши друзья. Где моя камера? Твоя камера. Камера напротив, и кроме всего прочего, здесь большое количество камер, которые периодически будут, конечно, да, со всех сторон. Очень приятно быть у вас в гостях. Катюш, ну у нас, кстати, очень хорошая новость для тебя. Какая? Клип и песня придумала в нашем битвараде на восьмом месте, но это только начало. Спасибо. Она только попала, эта песня, и подбирается выше. Спасибо, мне приятно. Так что поклонники, которые смотрят тебя, кстати, в прямом эфире в Инстаграм, да, активно и в эфире нас наблюдают. Голосуйте. Какая погода, спрашивая, у нас на душе. У нас прекрасная погода на душе. Катюш, в связи с чем, конечно, мы хотим спросить, как твое лето проходит? Лето проходит замечательно, Саша. Несмотря на то, что погода у нас не такая летняя, как обычно, да, как мы привыкли. Да. Мягко говоря. Да, но все-таки говорят, что скоро закончится лето. Но меня оно радует по-любому, потому что летняя пора, потому что каникулы у ребенка, потому что новые планы, потому что скоро осень, которую я очень люблю. Потому что... Ну, лето вообще как для тебя это... Вот осенью мы тебя будем раз в неделю прям как минимум стараться приглашать. Потому что ты любишь осень, да, и мы будем учиться у тебя. Да, я люблю особенно золотую пару осенью. Ну, прочно. Скажи, Катюш, а лето, вот что для тебя это? Ты готовишь новые планы, новый сезон? Или ты набираешься вдохновения? Что? Расскажи вообще, как ты его используешь? Я обязательно делаю такой перезагруз того года и нового начала года. Обычно это делают все в Новый год. Нет, Новый год... Некогда этого делать, потому что, да, работа. Новый год кончается в феврале у артистов, да. Да, а летом есть время подумать, есть время отдохнуть с любимой семьей. Что мы сюда делаем, вот только недавно приехали с отдыха. Есть потрясающие планы, мысли, которые постоянно в тебе в голове, даже ночью, когда ты спишь во снах. Ты записываешь? Как это у тебя происходит? Я записываю, да, и записываю, чтобы не забыть, как песни, которые начинаешь писать. И поэтому для меня такой полный новый этап, который начинается у меня с сентября. Я замечаю такую особенность. В школе у студентов у тебя. Да, с самого детского возраста, кстати, я замечаю, что под мой день рождения в сентябре всегда какие-то происходят события. Я девушка осенняя, как раз родилась в золотую пору. И поэтому для меня это очень прекрасная пора, когда начинается новый этап в твоей жизни, когда есть сомнения, есть огромные желания, есть планы, есть борьба. Да, и тебе внутри это здорово. Поэтому человек живет тогда, когда он строит планы, когда он сомневается, когда он разрушает, когда он создает новое. Это и есть наша жизнь. И это вот предвкушение, это воплощение мечтаний. Предвкушение, кстати, ночью я читала, совершенно верно, ночью я читала, там, часа в три утра, вернее. Я взяла, что захотелось в душе почитать. Я так, значит, открываю что-то у меня из книжек, что хотелось давно, думаю, нет. Сначала хотела что-нибудь из индийского почитать, потом, думаю, может, какие-то мантры послушать. Так, прошел еще один час, уже было четыре утра. Потом, значит, взяла, и вдруг мой взгляд остановился на двух книгах. Это психология о мужчинах, об их мыслях и об их сексуальном мире. Что ты почерпнула, да, вот, пока не забыла. Я, ну, как, почерпнула то, что мужчины, мужчины есть мужчины. Вас такими создал Бог, и в этом не виноваты. И все надо прощать. Да, нужно иметь мудрость, чтобы прощать. Вот, все, вот я услышал, что хочу. И еще я взяла... Понять и просить. Да, понять и просить. И что еще? Я, значит, почитала с удовольствием, даже по книге успела. Это потрясающий сборник поэтических стихов Евгения Кемеровского, который, кстати, вчера был юбилеем. Женя, да. Женя Кемеровский, я тебя от души поздравляю. И благодарю за великолепные песни, которые ты мне написал и подарил. Это моя одна из самых любимых песен. Я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю из мужчин. Или я по тебе скучаю, да. Поэтому я с огромным удовольствием почитала его сборник стихов, который мне подарил один из последних. Называется «Счастье». Такие интересные там мысли. Все-таки мужчины очень духовные люди. Сейчас Женя покраснее очень. Оказывается, мужчины очень тонкие существа. А заметьте, вот есть еще такую цепочку. Сначала, значит, о сексуальных подпочтениях, коротко сказать, книги. А потом, значит, комитический сборник. Я думаю, Женя теперь раскрылся просто на передхоте. Знаете, как это радует, Саш, когда мужчины не просто мужчины, да? Конечно. В которых мы хотим ведь силу, заботу, защиту. Наше все. А все-таки мужчины оказываются очень тонкие существа. Такие субстанции и вибрации, которые обладают, они их просто скрывают. И ты знаешь, я как будто чувствую, что сейчас Кемеровский сидит и у телевизора кричит «Молодец! Молодец!» Сейчас это было здорово. Катюня уже звонит. Очень трогательно поздравила ты, конечно, артиста в соцсетях. Ты видишь, прям чувствуется любовь, уважение. Ну и написала о том, что ждешь новых песен, новых творений. Новый хит, конечно. Я уже много лет жду. Но это не так все просто. Он же плодотвор, плодовитый очень. Да, но когда есть вдохновение, оно же не спрашивает, когда прийти. Оно будет, когда нужно. Скажи, пожалуйста, у тебя, ну ты же тоже человек пишущий. Да, но редко, в основном время очень редко. Стихи, музыка. Летом, может быть, где-то на пляже. Или наоборот, где-то в Москве, в суровые на яблокские дни. Когда у тебя это происходит чаще, да? Абсолютно непредсказуемо. Когда вот там захочется, там что-то вот будет. А сама условия создаешь? Ты так понимаешь, что уже прочитать нечего. Я все перечитала. Напишу какой-то стих для начала и буду читать. Когда очень хочешь, то надо просто сесть и сделать это. И отдать то, что есть внутри тебя. Я помню лет 16, когда я начала писать первые свои песни. Первая влюбленность. Когда вот там бушевые страсти. Когда вот там болит. Ты садишься за самый свой верный друг. Пианино. Это потрясающе. У меня был Ростов-на-Дону. Я помню очень хорошую пианино, которая очень слышала меня. Как настоящий друг. И которому я давала свою сокровенную. Все прикасается, она ужасная. Ты прикасаешься, и у тебя льется изнутри. Само по себе. Сейчас за инструмент. На сколько часто ты садишься? Признаюсь, очень редко. Потому что дочь, которой 8 лет. Нет, не то, что она. Я с огромным удовольствием поделилась с ней. И видя, как она, бедная, учит ноты. А вот скажи, пожалуйста, именно бедная? Бедная. Заставляешь, да? Нет, я-то знаю. Мы с сестрой, которая является моим директором. Ира, моя родная сестра. Которая, в отличие от меня, училась на 3,5 года вперед меня. И в которой я всегда училась. И хотела быть похожа на нее, потому что она отлично училась. И мы с ней делили пианино по 3 часа. Расписание составляли. 3 часа она. Да, и нам родители говорили, боже мой, ну вы как поспите? Чем вы сидите, пиликаете ночами? Что говорили соседи, Катя? Слава богу, соседей не было. У нас был свой дом в Нальчике. Иначе бы соседи давно бы уже нас выселили. Поэтому, видя, как малышке приходится непросто, я понимаю, что за этим стоит колоссальный труд. Это точно. Терпение. Я и говорила, не надо, солнышко мое. Это очень трудно. На что она сказала, я хочу. Это главное, это желание детей. Добрая мама. Да, друзья, нам нужно прерваться. Одесса, руки вверх, все ровно. Прямо сейчас в эфире телерадиоканал «Страна ФМ». Ну, конечно, общаться с Катейлей мы продолжим очень-очень-очень скоро. Может быть, у вас есть вопросы к любимой артистке? Срочно вот саппай. Давай. 909-928-1-89-9. Все на чистоту, только у нас. Только на «Стране ФМ». Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы сегодня смотрим на Катю Лель и улыбаются. Да, у нас вот «Страна ФМ» один телерадиоканал на всю страну, и Катя Лель у нас одна на всю страну. И это правда, да. Ну и что? Да, спасибо. У нас такая, да-да. У нас такая. Понятно, что умница, красавица, талантливая, но еще и спортсменка невероятная, Катя. Я стараюсь. Видео, которые, да, выкладываются в Инстаграм, ну, ты видна там, сколько активности. И, кстати, заряжаешь и подстегиваешь. Вот я на какое-то время упустила опять спортсмен, жени, посмотрела на тебя, ну, все, пора. Да? Надо возвращаться, да. Это хорошо, есть стимул, да? Но у тебя-то все это дело очень регулярно происходит. Я скажу честно, что я спортивный человек. У нас папа был, матерь спорта, повел спорта, светлая ему память. И как-то я в спорте всегда на «ты». И если даже не позволял график, то всегда даже на гастролях я старалась. Вот многим, кстати, тоже график не позволяет. Что ты делаешь? Что я делаю? Первое, что. Организовываю себя утром, вставая с постели, сказать спасибо, Господи, за сегодняшний прекрасный день. Пожелать здоровья всем своим близким и родным. И делать планку, которую делаешь. Сколько же ты делаешь? Александр Маршал уже заинтересовался так. Да? Так, сколько я делаю планку? Кстати, я хотела все замерить по времени, надо секундомер поставить. Ну, конечно. Но уже прям хорошо. Первое время так, трусились ручки, трусились ножки. А ты песнями меряй. А знаешь, что я... Нет-нет, знаешь, что я решила? Ты отвлекаешь свои мысли, когда ты концентрируешь пресс в себя, как вакуум, да? Тогда тебе не так тяжело стоять. Ручки же устают, ножки же прямые. Определенная медитация. Мозг свой отвлекаешь. Поэтому ты расслабляешь свои мысли и все направляешь свое я на живот и пресс. Потом чувствуешь себя хорошо. Я сделала упражнения на растяжку, я занимаюсь йогой, я люблю йогу, крио-йогу. То есть это приветствие солнцу или что-то такое? Это доброе утро. Понимаешь, да? Когда наступает новый день, есть новые положительные эмоции, ты уже чувствуешь себя со вселенной в одном направлении. В гармонии, да. В гармонии, да. И тогда уже идешь пить воду. И я скажу честно, что спорт для меня очень важен. Особенно сейчас, когда я буду готовиться к новому клипу, я сказала себе, все, Катя, все. Вот с позавтрашнего дня у меня уже такие разгрузки будут серьезные, меньше кушать, больше спорта, больше движения, активности. Поэтому еще целый месяц еще есть. Самый твой любимый, Катюш. Да, я вот как раз хотела спросить, там изнаночная есть йога, ты уже сказала, пилатес у тебя тоже есть. Да, и пилатес, совершенно верно. Бассейн еще, так, что еще? Бассейн. Да, вот сейчас поеду после вас на спорт с тренером, вот с таким очень серьезным. А, это уже тренажерный зал. Это тренажерный зал, да. Это и кардионагрузка, плюс тренажеры, гантели, штанги, вот. Сочетаю с пилатесом, сочетаю с йогой, с плаванием. И даже во время отпуска, уезжая на море, все равно выполняются все требования инструкторов. Да, это правда. Вот так гласит. Это правда, это правда, совершенно верно. Причем жара страшна, мы были сейчас в Турции, там было 43, и я, значит, иду в тренажерный зал, и так все, что ты думаешь, йоги пал. Ну вот если я не схожу, никто же не знает, да, пост говорит? Нет, 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 глупо себя обманывать, правда же? Это же твое тело, твое любимое. Если ты сам себя обманешь и съешь то, что не нужно, ты же завтра это будешь отрабатывать. Конечно, мы же люди все, и хочется себе позволить. И сладенькое, когда пишут, о, вы поправились, о, отрастите волосы, о, боже мой, я всегда говорю, люди, но я же тоже человек. Я же тоже хочу поспать, я же тоже хочу быть как вы, да, побаловаться чем-то вкусным. Если многих удивило, думаю, ну как же так вот. Да, это просто можно быть красиво, и ничего для этого не надо делать никогда, да. Поэтому это, конечно, колоссальный труд, но мне нравится работать над собой, мне нравится, когда есть результат, когда ты видишь, вау, ты видишь то, что ты хочешь видеть, и разница большая, когда ты правильно питаешься. Поэтому главное организовать себя. Все-таки на все нужна сила воли, на все. Чем бы мы ни занимались в этом мире, да, на свою любимую профессию, на свое тело красивое, на свое здоровье. Постоянная работа над собой. Постоянная работа над собой. Когда сейчас спрашивают, ой, вы такая же, 20 лет тому назад мы вас видели, живем близко, вы такая же остались. А что вы? Я говорю, да, конечно, я сплю в барокамере, конечно, я в крео, постоянно, да, в холоде. Но это смешно, просто работа над собой, это постоянный труд. Кай, ты нам рассказала сейчас, что готовишься к съемкам нового клипа. А на какую песню? Тоже на новую, ее еще никто не слышал. Эта песня великолепная, мне очень нравится, потому что она лирическая, потому что она медленно и раздирает душу изнутри. Она достает, как говорят, задевает за живое. И причем, знаете, редко, когда поешь песню впервые, и люди ее принимают сразу. А ты уже обкатывала ее? Я ее уже на концертах пою, и вижу реакцию, со второго припева ее уже начинают подпевать. Поэтому для меня это очень важно. Четкое попадание, значит. Это хит. Да, эти вибрации души, это хит реальный, который цепляет мгновенно, особенно женщин. И поэтому я очень хочу, чтобы песня, которая выйдет осенью, уже сейчас разрабатывается клип, очень известным клипмейкером, и через месяц съемки. Смотри, то есть... Сценарий уже готов? Нет, мы как раз сейчас в процессе. А, только начали. Хотела спросить, увидим ли мы там Александра Вечкина? Или, может быть, на этот раз кто-то другой. Другой спортсмен, да. Я ничего не буду говорить. Но, кстати, у Александра Вечкина недавно была... Смотри, хоккей был, сюдо был. Да, совершенно верно. Недавно была великолепная свадьба. Да, конечно. Сашенька, мы тебя от всей души поздравляем еще раз. Потрясающая пара, уникальные, любящие други. Советую любовь. Это так красиво. Сама Астасия очень красивая пара. Итак, значит, Дмитрий Носов был у тебя в клипе. Да, Димуля был в самом крайнем клипе, на песню придумала. А кто еще из спортсменов сейчас у тебя на очереди? Павел Буре был в двух клипах. Как сказал мне Овечкин, ну вот подруга называется, значит, Паша Буре у тебя в двух клипах, а я не в одном. Так. Вот поэтому спасибо ему за эти слова. Будут ли легкоатлеты, скажи, пожалуйста, кто-то... Могут, конечно. Они заявки пишут. Это же, знаете, как вот оказаться в нужном месте, в нужное время. Это мысль, которая вдруг, случайно, где-то ты увидел, где-то что-то, и раз, о, точно. Поэтому здорово, когда все мысли хорошие соединяются, и люди встречаются в правильном месте. Тем более, которые смотрят... Клипище-то это навсегда. Это то самое событие, которое остается и после артиста, и во время артиста. Это на века. Ну, конечно, более-то все уходит сейчас в интернет, и на просторах действительно будет жить вечно. Как бы не старались убить, и это все будет один. Кать, что касается клипов, скажи, пожалуйста, ты принимаешь участие или все режиссеру отдаешь? Как вот уже его взгляд творческий? Я считаю... Ты не участвуешь. Как? Ром, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если профессионал-режиссер, он должен заниматься, естественно. Я хорошо пою, я профессионал в этом деле. Другой вопрос, что я могу посоветовать свои, или сказать, свои пожелания. Правильно. Вот так. Я бы хотела, чтобы это было в таком направлении, чтобы это был минимализм, чтобы это был такой-то стиль, такая-то энергия. Бесспорно. Свои пожелания я всегда заучиваю. А если режиссер нафантазировал что-нибудь такое, что ты не можешь пойти, позволить себе? Нет, я говорю, это не мое. Допустим, обнаженное тело, это не мое. Вульгарность, это не мое. Я говорю, прости, это не я. Нет, ну вот надо же, мне это не надо. Ну, пока надо, пока, пока. Ну, я не знаю, я не знаю. Я за красивое тело, я за красивую подачу. Но когда есть много дозволенного... Ну, все, что было обосновано. Да, по-другому просто воспитываю. Конечно. Я же родилась в городе Нальчике. Я все-таки на Кавказе целых 19 лет воспитывалась. Понимаете, что это такое? Часто там бываешь сейчас, скажи. Была последний раз, год тому назад, с благотворительным концертом в своем любимом городе Нальчике, где был и Дима Билан, наш земляк, и, кстати, Казанова, который устраивал этот потрясающий большой концерт. И средства перечислялись с детком больным. И Лена Борщева, которая была ведущей. То есть мы такие прям очень классно это сделали. Мы молодцы. И люди до сих пор пишут и вспоминают об этом событии. Конечно, это детство, это красота, это нереальная энергия, и воздух, горы. Мы об этом еще поговорим, но сейчас у нас небольшая пауза, друзья. Мы продолжим. Слушаем, да. Ну, конечно, нет абсолютно ни одного человека в нашей стране, и за пределами, я уверена, которые бы не знали и не любили бы эту песню. Долетай, Катя Лель. Катя сегодня в нашей студии, телерадиоканал «Страна ФМ». Катя готовит новую песню, Катя готовится к съемкам нового клипа. Катя активно занимается спортом, думает, мечтает, читает. И, между прочим, как только что еще выяснилось, увлекается очень серьезной астрологией, но и мирологой. Но, наверное, пока не увлекается, а интересуется больше. Интересуется, да, конечно. Я, так скажем, прислушиваю к советам астрологов. Я смотрю лунный календарь. На самом деле мы очень сильно недооцениваем даже, что луна и люди так сильно взаимосвязаны. Солнце и луна – это серьезные стихи. Катюш, ну так приведи пример, с чем мы связаны. Ну, например, позавчера было лунное затмение. А вы на себе его ощущали? Причем и полнолуние, да, и полнолуние одновременно. Но скажите, у вас какое-то состояние было? У Рома очень болела голова. Я ему давала таблетку. У нас со многими сотрудниками в коллективе, ну, не беда, слава богу, случилось, но какие-то маленькие неприятности. Нет, на самом деле мы очень сильно зависим от луны. И это такие стихи, которые воздействуют на человека. Почему? Если вода приливает, вода отливает в организме. И когда есть такие дни, то надо быть очень аккуратнее. Не понимать серьезных решений. Если себе твои строго говорит, вот этот день никуда не вставать свой нос. Конечно. Вас прислушаешься? Я уже лет, наверное, ну, наверное, пять, как точно, больше, когда, допустим, важные события, какой-то большой концерт грандиозный или новый клип. Я всегда смотрю по числам, благоприятный ли день. А сегодня ты смотрела перед походом к нам? Да, сегодня хороший день. Сегодня хороший день, поэтому у нас все в порядке. Хорошо, да, очень радостно. Катюш, мы, конечно, про Эмилию хотим с тобой очень поговорить. Но вот какая-то, друзья, если вдруг вы еще не читали в Инстаграм у Кати, никогда нельзя оговариваться со взрослыми. Родителям нужно всегда помогать. И это, между прочим, заставка на телефоне у доченьки Кати. Причем, я признаюсь, она, значит, уснула. Я почитала ей сказку, и я беру телефончик, чтобы на зарядку поставить. И так заставка. Вау, новая заставка. Какие слова у моей дочери на заставке в телефоне. Это было удивительно. У меня это было так мудро в таком возрасте. Это мудро. У меня есть подозрение, что или брат, у нас есть потрясающий братик двоюродный, Ира Суночек, которого он очень любит и уважает, и почитает. Я думаю, может быть, от него отойдет, надо у него спросить. Но заставка меня удивила. Ну, любит вас, да, очень с папой, с мужем, дочкой. Ну, конечно, любит, что у вас взаимная такая крепкая-крепкая-крепкая любовь и взаимопонимание. Ну, ребенок долгождан, ребенок очень чудесный, активный, талантливый, творческий человек, да. Она тебя хвалит во всем или иногда говорит, мама, зачем вот так вот, ну что-то, может, какие-то замечания сделать или нет. Когда я записываю новую песню, я ставлю ей. Я сразу ей присылаю, как тебе. Если она сидит и кайфует, значит, я вижу, она уже учит слова взрослой про любовь, значит, песня ее взяла. И я очень прислушаюсь к ее мнению. Катюш, энергия ребенка, она настолько ангельская и не подвластна ничему, никому. Если она чувствует, то она чувствует. Катюш, а что она, кроме маминых песен, слушает? Кроме маминых песен, она слушает Кэти Перри, она слушает из наших Егора Крида, потом Айова. То есть она такая девушка. Ты что-то рекомендуешь? Нет, я не рекомендую, потому что у нее свое видение. Единственное, что я смотрю, какие каналы смотрит она музыкальный, какие она сказки смотрит. Если это агрессивная сказка, я говорю, это не нужно. Телефон иногда отбирается. Вот сейчас телефон отобрала, потому что нужно меньше сидеть в нем. И делать уроки, как выяснилось. Особенно блогеры, которые, это что-то невозможно. Сейчас, знаете, какой-то вене очень сильно. Это что-то ужасное. Дети просто ошарашены этими блогерами. Какое-то другое измерение совершенно. О, мама, это блогер, ты не понимаешь, мне пять миллионов под... Я говорю, Даша, что? Что такое? Ты что, не знаешь ее? Я говорю, нет. Ну как ты можешь ее не знать? Ты же всех знаешь. Ну, знаете, как дочь говорит, мы смеялись в том году. 7 октября, день рождения нашего уважаемого президента. Моя дочь совершенно серьезно спрашивает. Мам, а ты к Владимиру Вадимовичу идешь на день рождения? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, ну потому что. В следующий раз. Она говорит, жалко. В следующем году, да. Она настолько привыкает, что мама спокойно может пойти куда-то, да, и знает всех. То есть у нее даже нет вопроса, почему ты можешь не пойти. Да, абсолютно. Поэтому вот сегодня тема блогеров, это что-то вау, это офигенное. Но я стараюсь как можно мягче ребенка от этого отвлечь, чтобы не обидеть. Ну, мы пожелаем ей всего самого хорошего. Спасибо, Катя. Ну, мы сейчас уже буквально через две минуточки будем осмотреть и слушать «Придумала» твою песню. Ну и расскажи, коротенечко, о ней, пожалуйста, авторы, не знаю, что-то такое по клипу. Песню «Придумала» написал в эфире «Это не рассказ». Да, песню «Придумала» написал талантливый очень автор Сергей Ревтов, который написал и предыдущий хит с Овечкиным. Он для многих пишет. Да, конечно, он именитый, известный, но я ждала от него песню достаточно, ну, БД-3, наверное, пока он написал то, что хотелось и созрел к нашему взаимному творчеству. Это попадание. Это должно попадание, да. Мы не имеем права на ошибку, поэтому мы ждали. И клип снял Сергей Грей, очень талантливый парень, клипмейкер, который снимал мой сольный концерт «Пускай говорят» в Крокус-Сити-Холле. Вот, поэтому, мне кажется, все произошло. Все случилось. И тебе не кажется, все хорошо. Да, так и есть. Часто говорят, особенно, знаете, когда на концерте поешь, и мужчина поет «Я глупая!» И так смешно это... Причем с чувством, так и, знаете, реально. Это пробирает. Не пробирает, да. И когда часто сейчас просят люди, спойте, пожалуйста, про сама себе, скажу «Хватит, хватит». Ну, все. Значит, Рештов Сергей затронул те струны души, которые есть в человеке. А как же «Муси-Пуси» народ уже не просит? Это недавно звонит мне Дмитрий Дебров и говорит «Слушай, Кать, скажи мне, а ты вот клевую мою любимую песню «Мармеладу» уже не поешь?» Я говорю «Дима». Я путь в стадион, и невозможно не пить, потому что это хит навсегда. Поэтому и «Муси-Пуси». А он уже какой целью интересовался? Он хотел тебя пригласить, выступить. А у нас будет совсем скоро на днях конкурс красоты, где принимает... вернее, который организовывает его прекрасная супруга, и где он будет тоже принять участие, и я тоже буду по-дружески, с удовольствием поддерживать. И он попросил тебя именно эту песню исполнить? Обязательно. Слушай, ну это одна из визитных карточек, конечно. Все «Мармеладные», кто будет в зале, мужчины все расстают. Все, друзья, внимание на экраны, ближе двигайтесь к телевизорам, прибавляйте громкость на приемниках. Катя Лель придумала. Ну, впрочем, вы и так, знаете, хорошо и любите эту песню. И голосуйте за песню в хит-параде. И Димочка Носов, большой тебе привет. Все, сейчас, да, любуемся с огромным удовольствием. Придумала Катя Лель. Ждем, конечно, заинтриговала. Катя новой работой, которая поет в Сусе. Это правда. Прямо. Я сама себе придумала, что ты такой С переломанными крыльями за спиной Что ты лирика и что я строка Я сама себе солгала Я тогда себе сказала, что я стану ждать Что пока ты не со мною, мне не надо спать Преждевременно я повержена И тобою повреждена Сама себе сказала Хватит Мне не надо время тратить Ты же не мой И не такой Как я придумала Просто придумала Я себе сказала Хватит Надоело время Постой Я сама себе придумала, что ты такой Но теперь я ставлю точку вместо запятой Это пустота Не моя вина Я любила тебя сполна Я же знала, что с тобою я с ума сойду Что не надо тратить времени на ерунду Что ты мания И про то, что я половина, но не твоя Сама себе сказала Хватит Мне не надо время тратить Ты же не мой И не такой Как я придумала Просто придумала Я себе сказала Хватит Надоело время Тратить Ты же не мой И не такой Как я придумала Просто придумала Постой Сама себе сказала Хватит Мне не надо время Невозможно остановить время, друзья Да Хотелось бы говорить и говорить Сегодня у нас в гостях И хотелось бы просто не отпускать и не выпускать Катя Ленин Катя Ленин Катя Ленин Но мы отпустим Потому что надо же снять новый клип Надо же выпустить песню И потом прийти к нам И с программой новой И с работы Между прочим Не новый альбом Потому что время другое Время другое Раньше Ты записываешь Ты записываешь там 10, 15, 13 песен в альбом Быстро, быстро, быстро А сейчас другое время Абсолютно Сейчас новый трек Новый сингл Новый клип И все Сейчас этого достаточно Абсолютно все меняется Очень быстро В этом мире Но с другой стороны Это хорошо Есть такая вот надежда И шансы И так у тебя Во всяком случае происходит Что каждая выпущенная песня Она крутится, крутится, крутится Все ее выучивают наизусть С этого появляется еще одна И все Главное не останавливаться Главное идти вперед Записывать Работать Совершенствоваться И это главное И удивлять Катя, у тебя есть такое желание Главное радовать Не то, что удивлять Радовать Да, вот это вот важнее Пожалуй Что кроме музыки Тебя еще радует Вот расскажи, поделись Кроме музыки Да Кроме музыки Меня радует Ты как человек Который живет в музыке Вся жизнь твоя музыкальная Это каждая клеточка Меня это музыка Я во сне слышу музыку Я засыпаю Просыпаюсь с музыкой Поэтому когда мне спрашивали Кем ты хочешь стать И говорю Как кем Элементарно Конечно музыкантам И ты для этого приходишь В этот мир Для того, чтобы быть В своей любимой профессии У каждого у нас своя Это здорово Поэтому Я стараюсь Во всем видеть Положительные эмоции Я стараюсь Во всем видеть гармонию Я совершенствуюсь Работаю над собой И Стараюсь не осуждать людей Потому что у каждого Своя мир У каждого своя жизнь И Каждый проживает так, как может Другой вопрос Что нельзя проживать В агрессии В злости В подлости Я за то, чтобы все-таки Человек жил По понятиям в этом мире Что бы ты ни сделал Это все к тебе вернется За плохое Заплатишь вдвойне За хорошее Заплатишь хорошим Поэтому я за то, чтобы люди Которые нас окружали Были искренними И добрыми Хочется просто жить В этой жизни И получать удовольствие От общения От любимых людей От семьи От того, как растут твои дети От того, как меняется мир В лучшую сторону Хочется верить в самое лучшее А у вас в семье, Кать, с Игорем Вот кто чаще идет на уступки Ты или муж твой? Я стараюсь как мудрая женщина Быть мудрой Я стараюсь быть мудрой Но, кстати, ему должны отдать должное Есть такой респект у него Когда он делает вид, что он Он делает вид, что ничего не было Абсолютно То есть, если даже у нас какой-то был разговор И я об этом думаю Я переживаю Это же все на лице написано Да, может, пространство Преодорогая, как дела Ничего себе Это тоже надо уметь Поэтому очень важно Когда люди могут уступить друг другу Когда не нужна дома конкуренция Она ни к чему не приведет Мудрость в том, что Если ты любишь, ты уступаешь Если ты можешь посмотреть по-другому на эту ситуацию То это здорово Катюш, лето продолжается И многие думают, куда бы махнуть Вдруг в Нальчик Что в Нальчике посмотреть? Ну скажи-ка, человек, который знает этот город В Нальчике это прибрусье Я так давно там не была, боже мой Там, там, говорится, очень красиво сейчас Расхвали, расхвали Там сейчас цивилизация Там сейчас комфортно Там сейчас все здорово Но вдохнуть тот потрясающий воздух Гор, счастье Ведь Нальчик в переводе означает подкова счастья То есть он направлен горами И ветры там не сильные И очень красивый, чистый город Парк изумительный Когда я была в том году в парках Меня очень удивило Что там стоят шкафы с книгами И полки То есть ты так классно сидишь Как будто в раю Все очень чисто Классно какие-то скамейки красивые, кованые Эти книги стоят Белочки, птички Ты читаешь книгу Евгения Кемеровского Это вообще здорово Поэтому Долинск там очень красивое место Да вообще Нальчик Стоит посмотреть И мои друзья Которые просто даже встречаются По жизни Вдруг новый человек Говорит О, я был в Нальчике Я был на твоей родине И это так приятно Это сближает Это сближает Кавказ Это Кавказ Я вам скажу так Что есть что посмотреть на Кавказе Есть что вдохнуть Положительную энергию Там рады друг другу люди больше Чем в Москве Как бы там ни было Вот я счастлива Что я родилась на Кавказе Потому что есть традиции Есть То, чего нет в этом мире Так не хватает сегодня в Москве Нашему молодому поколению Это уважение к старшим Это доброта Это уважение друг к другу Так хочется этого побольше Кать, как часто появляются блюда Кавказской кухни В вашем доме На кухне приготовленные табы Ой, конечно И что, коронка у тебя какая-то Коронка? Я обожаю баклажаны Так Где бы ни была А у вас баклажаны есть? А это какие? Подожди Баклажаны я и сама люблю готовить Это баклажаны с перцем С луком С помидорами Это все в миксе тушуется Соль, перчик, чесночок Ой, это так вкусно Если мы поедем в Нальчик Какое блюдо мы обязательно должны попробовать? Конечно, шашлыки Шашлыки А из кого? Из кого? Из баранины очень вкусные Кому какое мясо нравится Очень вкусные Хачапури бывают А вообще там очень вкусные Хичины Балгарские хичины Это такие тонкие-тонкие Лепешки большие, круглые С сыром Ой, красота Это очень вкусно Есть и с картошкой Есть Маленькие лакумы Которые Знаете, они такие Представьте себе, как пирожок Только пустой Только пустой внутри И он очень вкусный Он тает во рту Лакумы кабардинские Вот, все Хочу в Нальчик Спасибо тебе огромное, Катя А правда, я уверена, что многие сейчас захотели После твоего рассказа Мы это с Ромой точно Друзья, вы теперь знаете, да Где можно с удовольствием отпуск провести Вы теперь, конечно, убедились тысячи раз Кого нужно любить и слушать Катю Лель Кого нужно смотреть Телерадиоканал Страна ФМ Кать, мы тебя благодарим искренне Спасибо вам большое За то, что ты пришла За то, что ты есть За твой свет, красоту Обаяние, мудрость Спасибо За все Пожалуйста, двори И приходи к нам как можно чаще Катя Лель Спасибо До новых встреч До новых встреч Будьте счастливы, любимые Спасибо, пока Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну